Слушайте. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. В своё время я очень хорошо помню, какое впечатление на меня произвёл фильм с Ричардом Гиром и Шарон Стоун. Он назывался, по-моему, как-то то ли «Перекрёстки», то ли не помню что. Но сам факт в том, что тогда ещё молодой Ричард Гир, ему говорит уже более такой седовласый, опытный человек, он говорит, что ни в коем случае... Он рассказывает, что вот мы с женой всё время говорили, ну, на следующий год мы поедем туда, на следующий год сюда. И потом вот это, ну, у него умирает жена, у этого второстепенного персонажа, и он как бы говорит Гиру, ни в коем случае не откладывай на будущее то, что на завтра, то, что можно сделать сегодня. То есть вот кажется всегда, что у нас вся жизнь впереди, всё есть, а на самом деле жизнь пробегает очень быстро, и, наверное, надо успевать наслаждаться вот нынешним днём. Тема, я понимаю, сегодня у нас звучит следующим образом. «Синдром отложенной жизни и другие способы избегания реальности». Да, тема вечная. Сам термин «синдром отложенной жизни» сравнительно молод. Его всего лишь в 1997 году ввёл российский психолог профессор Серкин. И он, насколько я понимаю, ввёл его, работая с вполне конкретными людьми. Он изучал людей, которые работали, жили в условиях Крайнего Севера, в которых как и в советские времена, так и сейчас, очевидно, суровые условия жизни компенсируются высокими зарплатами. То есть я помню, ещё в советские времена люди уезжали на Крайний Север, как говорили, за длинным рублём. И возвращаясь оттуда, если что-то покупали, кооперативные квартиры или дома, или ещё что-нибудь. И профессор Серкин, изучая этих людей, заметил, что у них есть это интересное ощущение жизни. Что эта жизнь какая-то временная. Вот когда они, наконец-то, работают и уедут куда-то в тёплые страны или в центр России и так далее, вот тогда-то жизнь и начнётся. А вот это всё, что я живу сейчас, это такие вот временные трудности, в которых я нахожусь, и приходится их терпеть. Это было с работниками Крайнего Севера, с людьми, которые... Делают ремонт, на самом деле, в квартире, которая никогда не заканчивается, они всё думают, что... Это как раз, наверное, не так... Это некоторое откладывание завершения, но не совсем так. Но вообще, вот что такое отложенная жизнь? Это очень хороший термин, мне кажется, практически идеальный. Это... Вот помните, если мы говорим о киноцитатах «Москва слезам не верит», где главный героинь Алентовой, когда она уже прошли годы, вот, встречает отца своего ребёнка, вот, и говорит, всё думал, что черновик писал, пока жил, а чистовик где-то впереди. Примерно, наверное, что-то то же самое. И это хороший вопрос, потому что, мне кажется, эта отложенная жизнь, она проявляется в самых разных вещах. От того, что мы называем прокрастинацией, когда мы какое-то дело, которое мы должны сделать, откладываем всё время на потом. И обычно люди редко прокрастинируют в чём-то одном. Обычно люди, вообще у них привычка. У меня есть пациенты, которые, честно говоря, я всюду всегда опаздываю. Я не могу понять, почему это. Но каждый раз, когда я должен куда-то идти, вот, ну, вот, что-то ещё что надо сделать, что-то ещё что надо отложить от выхода из дома, досмотреть что-то в компьютере, что-то ещё мелкое и незначительное успеть сделать. В итоге я опаздываю всегда. Кто-то с высокими адаптивными способностями выстраивает жизнь так, что, в общем-то, все вокруг же к этому привыкли. Ну, это неужно, что этот человек с ним договорился, придёт на полчаса позже. Скорее всего, в лучшем случае, или это личная встреча, или приглашение на день рождения, в гости, он всегда опоздает. Такие люди умеют даже устраивать как-то себе работу таким же образом, что на работе тоже все привыкли, что они такие и с этим мирятся. Где-то не мирятся, и это создаёт серьёзные проблемы. Ну, это ценный работник, может. Ну, вот это такая отложенная жизнь в очень таком небольшом инстаграме. Я сразу вспомнил фильм «Старший сын». Там ведь герой Евгения Леонова тоже, можно сказать, отложенный. То есть он всю жизнь хочет стать композитором, он как будто бы пишет симфонию, а работает, в принципе, в небольшом оркестре с надеждой, что вот когда-то вот он допишет эту симфонию, он станет серьёзным композитором, чего-то достигнет. Возможно, тоже такой способ. Или это некая мечта, которая нужна человеку, и фантазия о том, что где-то, когда-то есть то самое прекрасное будущее, в котором я состоялся, стал знаменитый, делал то, что мне нравится. Своё право. Звонок у нас? Да, у нас вот, я понимаю, что сразу слушатели подключаются. 67212-93-9. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Это вот прямо обо мне. Три месяца в году я живу в Латвии со своей семьёй, а семь вынужден ехать в командировку куда-то. Вот я куда-то уезжаю для того, чтобы заработать денег и вернуться сюда, семью в Латвию. И у меня всегда и везде опаздывают, никогда не успевают. Потому что я привык, что я уезжаю, у меня нет семь месяцев, и все эти дела уходят на какие-то несчастных семь месяцев. И для меня уже опоздать на эти час-два, это прям, ну, незначительный эффект. Это моя болезнь, видимо. Ну, видите, если вы это считаете болезнью, уважаемый слушатель, то вы, наверное, обратились за помощью. Если вас это, в общем-то, устраивает, то вряд ли вы это считаете болезнью. Если вы так выстроили свою жизнь, что у вас получается жить именно так, да, и, наверное, мне себя не очень легко представить на вашем месте. Но когда вы вынуждены семь месяцев быть на заработках вдали от семьи, то, наверное, три месяца или пять месяцев здесь воспринимаются как нечто, это, не знаю, каникулы, отдых, когда никуда не надо спешить, когда не хочется стоять в себе в жёсткие рамки. Возможно так, а возможно для вас это более серьёзная проблема. Это уже вам виднее, я, к сожалению, с вами не знаком. Чем для нас синдром отложенной жизни важен? Почему за это вопросы? Мысль о том, что где-то впереди есть какая-то прекрасная жизнь, намного лучше, чем та, что у тебя сейчас, по сути, в ней ничего страшного нет. Ну, люди мечтают, что где-то там в будущем я наконец буду меньше работать или больше посвящать время своей семье, или наконец у меня будет время для моего хобби, которое я всё откладывал, и у него не было времени. Я, кстати, очень часто спрашиваю своих пациентов, а было ли что-то, чего вы всё время мечтали заниматься, но руки не доходили. И было, и многие начинают это реализовать сейчас, и у них получаются удивительные вещи, и я искренне рад, что всё время задал этот вопрос. Проблема не в том, не столько в том, что ты видишь в будущем, проблема скорее в том, как ты относишься к своей нынешней жизни, в которой ты живёшь. если нынешняя жизнь для тебя тоже хороша и интересна и насыщена, и в твоих фантазиях и мечтах где-то впереди есть некая иная чудесная и прекрасная жизнь, так и слава Богу. Если твоя нынешняя жизнь – это что-то досадное, унылое, тянущееся, это то, в чём ты не находишь вкуса и удовольствия, вот тогда у нас серьёзная проблема, что жизнь куда-то девается. Есть известный принцип, который не все понимают, на мой взгляд, ну, скажем так, каждый понимает по-своему, что жить надо здесь и сейчас. Это, насколько я понимаю, есть и в буддизме, и в дзен-буддизме, это взял Перлс для своей гештальтной психотерапии. Это хороший принцип. Вот, на мой взгляд, звонок опять? Да, опять звонок. Да, слушаю вас. Доброе утро. Здрасте, Лариса. Может быть, я немножко не по теме, но вот я хотела сказать, что с подарками. У меня муж долго лежал парализованный. Я ходила в магазин, иногда что-то увидишь, но думаю, надо ему купить. Ну, как купить? Дню рождения, там, День советский, кармин, еще там какие-то вещи. А потом вдруг я подумала, а если он умрет и не доживет до этого, до моего подарка, что ж будет? И после этого я стала уже, как купила, так и подарила. Спасибо за внимание. Это прекрасная история, Лариса. Я вообще все рад вашим звонкам. Это очень, очень хорошая история, а не откладывание. Это история вашей любви к мужу, вашей заботе о нем, и это хорошая мысль, что не обязательно ждать, особенно когда человек находится в таком состоянии, не обязательно ждать каких-то поводов и важных дат. Просто, когда тебе хочется порадовать человека, вот это точно не об отложенной жизни. И если говорить о принципе здесь, сейчас, это прекрасное его воплощение. Я очень рад, что у вас в семье такие события. И плохо, что он парализован, но хорошо, что он ощущает вашу любовь. Так вот, здесь сейчас для меня это не то, что мы живем как бабочки-однодневки. Это не то, что мы полностью игнорируем свое прошлое и вообще не задумываемся о будущем. Здесь сейчас это о том, что когда мы смотрим все время куда-то в прошлое с сожалением и с сожалимских ошибках, об упущенных возможностях, вот мы заново переживаем то, что не надо было сделать и так далее, мы наше будущее, мы теряем нас в настоящее в этот момент, и в будущем тоже. То есть в нашем прошлом можно ничего изменить не в состоянии, а вот настоящее куда-то исчезает. Это вот прекрасный образ жена Лота из Библии, когда они уходили из горящего Содома. Ей запретили оборачиваться, смотреть назад, она обернулась и превратилась в соляной столб. Грустная история, но как раз, мне кажется, прекрасная метафора от человека, который смотрит бесконечно в прошлое. Или же, когда наше настоящее тратится на бесконечные фантазии о будущем, мечты, планы. И вот это мы тут очень приближаемся к понятию отложенной жизни. Когда наше настоящее теряется, оно незначительно, оно неинтересно, потому что где-то впереди есть нечто прекрасное. И мы сейчас говорим не о планах, а мы говорим о неких мечтах и фантазиях. Мечтать в принципе полезно, наверное, да и фантазировать не так плохо. Но когда мечта и фантазия полностью вытесняет реальность, наверное, опять будущее от этого не меняется, а вот наше настоящее тоже когда-то пропадает. То есть наша жизнь здесь и сейчас в этом отрезке времени куда-то увы девается. И это очень грустно. Есть, по-моему, какая-то такая метафора про хлеб, когда человек покупает каждый раз горячий вкусный хлеб, но дома у него есть еще недоеденный кусок хлеба и вот, ну, как бы его заставляют, ну, там, не знаю, семьи говорят, ну, как же мы же не можем выбросить, он вынужден съедать этот черствый хлеб, а пока он его съедает, этот вкусный и прекрасный хлеб он тоже черствеет и теряет. Это на какую-то передачу, по-моему, упоминает. Евгений Гришковец сказал, ждет, покупает сочные, красивые яблоки, приносит их домой, а то он лежит старые увядшие и их выбрасывать жалко, надо их сначала съесть их, а пока он съедает их, свежие, новые тоже превращаются в старые увядшие. Тоже, кстати, прекрасная метафора. Тоже прекрасная метафора. А какие еще у нас есть разновидности той самой отложенной жизни, той самой ухода от реальности. Но на самом деле прекрасный пример это разнообразные зависимости. И из них здесь, как раз именно в данном случае, на первом месте трудоголизм. Всем известная вещь, когда вот я сейчас буду вкалывать без отдыха ради того самого светлого будущего. Когда там наступит, и там все будет хорошо. И это такой очень интересный образ. Ко мне когда-то приходил пациент, человек депрессивный и пьющий, который, в общем-то, обладал какой-то неплохой профессией, хорошо зарабатывал, но жизнь у него была какой-то вот бесконечным унынием. И когда я его спрашивал, а чем вы наполняете свою жизнь? Ну, я работаю. Я говорю, а почему только работа? Тот говорил с таким грустным пафосом, ну, хоть дети наши из нищеты выберутся. Я говорю, постойте, но вы-то уже давно не в нищете. Вы из нее давно выбрались, если она и была. Почему сейчас вы свою жизнь привнеете в жертву детям, которые должны выбраться из нищеты, в которые тоже понятия, в общем-то, не имеют. То есть прекрасное объяснение для себя, почему не жить в свою нынешнюю жизнь. Я приношу ее в жертву ради некоего святого дела, ради детей своих. но при этом этой жертвы никто не просит. Дети не просят, никто не просит. Это полуосознанное и, естественно, большой частью бессознательный выбор человека не проживать свою нынешнюю жизнь. Почему тортоголизм для этого один из самых подходящих способов? Потому что быть алкоголиком плохо, это всеми осуждаемо. Быть наркоманом еще более плохо, это тоже всеми осуждаемо. У этого нет никакой возвышенной цели, у нас нет оправданий. Ну, можно жаловаться на тяжелую жизнь и на власти, на политику, на подзыв членов семьи и так далее. Но, тем не менее, ты пьешь или ты употребляешь наркотики, и большинство людей тебя будет осуждать. тортоголизм как раз наиболее казалось бы оправданная позиция. Я не делаю ничего плохого, я очень много работаю, у меня благородная цель, я занимаюсь важным делом, если у меня свой бизнес, я даю работу людям, то, что я делаю, кому-то помогает, я заботюсь о своей семье, вроде бы прекрасная картинка, не подкопаешься, но в итоге, я всегда говорю, что один из важных критериев, которые отличают зависимость от здоровой потребности, зависимость всегда разрушительна, и зависимость отяготит. трудоголика, никогда не увидите счастливого трудоголика, он всегда будет устал, немножко раздражен, погружен во все свои переживания, ну, а самый прекрасный тест, как отличить трудоголика от просто любящего много работы человека, возьмите трудоголика и вывезете его на отдых, в отпуск или просто на выходные, и вы увидите совершенно потерянного человека, который постоянно сидит в компьютере или в телефоне, который проверяет, что происходит на работе, который нервничает, который себе не дает покоя и всем, кто с ним вместе, он будет искать повод побыстрее вернуться, он будет искать повод объяснять всем, что без него все встанет, что если он не будет контролировать, все пропадет, то есть с отдыха он возвращается обычно усталый, разбитый, изрядно подпортит состояние окружающим, и вот в этом усталом, разбитом состоянии снова с упоением кидается в труды праведные. Вот у Ли Якока есть, ну, карьера менеджера, и вторая книга, я забыл, как она называется, в одной из них вот было как раз, он говорил о том, что он с подозрением относился всегда к труд, ну, так называемым трудоголикам, и всегда говорил, что если человек не умеет отдыхать, значит, он не умеет работать. Вот у него была такая позиция, что человек обязан просто два дня в неделю проводить со своей семьей, полноценно отдыхать, менять, ну, вот смена деятельности должна происходить, и вот он как раз таки проверял, то есть он своих сотрудников, и всегда, вот очень, если человек работал там сверхурочно, он у него, наоборот, вызывал подозрение, что что-то с этим человеком не так. я думаю, что есть целые культуры, которые требуют от человека бесконечного выкладывания, вот, например, ясно, сколько я, Япония и Китай в этом плане очень, кстати, о Китае, в тему только что подумал, не так давно я прочел, что, в общем-то, Китай, поскольку население огромное, нужно постоянно, чтобы выбиться куда-то, очень много учиться, очень много работы, то есть до недавнего времени жизнь китайской молодежи была очень похожа на ад, то есть начиная с определенного возраста надо было много, много, много бесконечно учиться, надо хорошо учиться, надо готовиться к университетам, надо искать хорошую работу, надо было брать обязательно репетиторов, потому что без них нельзя, и в итоге это привело таким последствием, что китайская компартия, которая любит решать вопросы директивно, она просто ввела запреты на репетиторство, то есть были кадры, где приходят люди, где репетитор с учениками его полиция немедленно ввяжет и уводит, то есть они очень сузили эту тему репетиторства и решили, что людей надо разгружать, это действие со стороны правительства, но со стороны молодежи тоже очевидно этот бесконечный прессинг выдержать в итоге люди не в состоянии, и появилось такое протестное движение, как ни странно, оно, это английская аббревиатура, но по-русски звучит как нет, нет, это not employment, education and training, то есть люди, которые не работают, не учатся, не проходят никаких курсов, вот такое стихийное желание вот этого патагонной системы уйти, это то, с чем трудно бороться, то, с чем трудно бороться с какими-то директивными методами, если вы помните еще в советской войне была статья на тунеядство, не знаю, как будет справляться китайское правительство, как-то очевидно будет, я понимаю, что у них есть свой набор эффективных действий, но тоже вот эта история, когда груз какой-то счастливой жизни впереди и бесконечное жертвоприношение себя, здоровья, времени, отношений на данном этапе, вот есть свои пределы, то есть где-то есть защитные механизмы, в данном случае в Китае, уж если законопослушив Китая это сработало, то, наверное, я думаю, нам есть о чем задуматься, звонок опять? Нет, нет, я вижу пока еще, 67212-93-9, 67213-93-9, и можно писать в WhatsApp 2306191. Что еще у нас по поводу синдрома отложенной жизни? Как всегда, любую хорошую идею или научную концепцию обязательно кто-нибудь использует, чтобы заработать денег. Хороший пример тому, когда Фрейд писал о бессознательном, он предположить не мог, что это потоки книжек подружись с своим бессознательным, используй силу бессознательного себе на благо, тренинги по контакт с своим бессознательным, еще множество, множество, множество разных вещей. Так вот, идею отложенной жизни, что это плохо, люди стали использовать в сугубо примитивно практических целях. И появились рекламы типа не откладывай счастливую жизнь на завтра, возьми у нас кредит, зачем тебе откладывать покупку чего-то, потом это отложенная жизнь, ты лишаешься счастья, смысла, наслаждения и так далее. Возьми кредит или купи у нас то-то и то-то и стань уже сейчас счастливым человеком. То есть идея отложенной жизни сводится к унылому потребительству. То есть зачем тебе потреблять где-то в будущем, купи сейчас. Но хотя с другой стороны, вот как бы не ругали ипотеку, ну все-таки человек получает сразу, вот здесь и сейчас, вот он может наслаждаться все-таки съехать от родителей, создать семью, чем он будет копить эти деньги, работать, понимая, что вот сейчас я не могу себе позволить, дорогая, вот мы не можем позволить себе создать вот ячейку общества, потому что нам негде жить, мы не можем завести детей, мы не можем там то-то и то-то. То есть это в принципе тоже решение одной из проблем. Оно, конечно, решение. я хочу напомнить кризис 2007-2008 года, когда, ну не знаю, любой, простите за выражение, бомж мог прийти и взять кредит. И кредиты, и тогда еще не было этих слоганов, бери кредит ответственно, думай, ты хочешь кредит, получи его. то есть та же история, зачем о чем-то задумываться, когда все можно сейчас, и это якобы и есть жизнь. Я вообще помню столкновение, и это, наверное, ожидаемо в любой стране, когда наше население столкнулось с возможностью лизингов, кредитов и так далее. Человек, у которого было куплено в лизинг все, машина, квартира, компьютер, холодильник, стиральная машина и так далее, это все было расписано. До копейки, что называется, чехла я все рассчитал, у меня все откладывается, и я говорю, спрашивайте, а если у вас что-то случится с работой, и вот вы месяц, два или три не сможете платить своей лизинге, что вы будете делать? Ну, почему же это случится, сказал он, все будет хорошо. Не помню дальнейшей судьбы, но я знаю, что множество людей в эту ловушку попалось, потому что отложенная жизнь и отложенные покупки это не одно и то же. Вот, когда мы жизнь сводим к бесконечной эпидемии потребительства, то она может, то есть, то, что ты бесконечно что-то покупаешь, не значит, что ты не откладываешь свою жизнь. Если вся твоя жизнь сводится к удовлетворению от того, что ты счастливый обладатель, неважно чего, а если вы сейчас почитаете разные рекламы, то очень интересно, когда в рекламе даже покупка кофемашины, вы можете сказать, что ты теперь хозяин жизни и превосходишь всех вокруг. Если тебе продадут какую-нибудь маленькую машинку, разокцветную, не очень, как бы сказать, дорогую, но ты теперь король дороги и тому подобное. То есть, полисти человеку, дай ему ощущение значимости, опять же, что-то купить, потому что по его ощущениям это и есть настоящая жизнь, когда ты вместе с предметом покупаешь не просто его функции, а покупаешь себе какое-то количество высокой самооценки, покупаешь себе какую-то гордость с собой, иллюзорную, правда, но гордость. Здесь опять в чём ловлю, вот вся твоя жизнь сводится к потреблению, ты что-то купил, вот факт покупки состоялся, а дальше это уже повседневность, тебе опять нужно что-то купить, чтобы чувствовать себя важной персоной. Ну, это как у Пелевина, да, потребность, я не помню, как он сокращал, смешное слово получалось, именно потребность покупки, которая появлялась, и вот нужно хоть что-нибудь купить для того, чтобы удовлетворить вот этот, вот этот, вот эту страсть, я не знаю, зависимость. Ну, на этом же на самом деле построен так называемый шапоголизм, то есть люди, это преимущественно женщины, которые отправляются в магазин, покупают какие-нибудь новые вещи себе, и всё счастье приобретения, оно очень короткое, вот в тот момент, когда я потратила на себя деньги, я купила новую красивую вещь, это такой ритуальный некий жест, я принесла некую жертву, я сделал для себя что-то хорошее, в тот момент, когда трачу деньги и покупаю для себя, совершаю хороший поступок, я забочусь о себе, но ценность его поступка работает именно в момент покупки, поэтому эта вещь или один раз надевается, или просто лежит уже с неснятыми ярлыками на полке, я знал людей, у которых шкафы в квартире были забиты новыми вещами, потому что нужно было купить много денег, это были дорогие вещи, у кого было денег не так много, это могла быть, не знаю, майка за 10 евро или что-нибудь в том духе, но это тоже такой интересный способ подмены жизни. Мой знакомый, который, честно говоря, любил выпить, он говорил о том, что момент счастья был именно в тот момент, когда он с заветной бутылкой шел по дороге домой, то есть вот это предвкушение праздник, даже не сам момент распития горячительного напитка, а момент, когда он шел, вот это был наивысший момент счастья, который он испытывал. У меня был пациент, который довольно-таки долгое время, кстати, тоже вот об отложенной жизни очень хороший пример, долгое время он выпивал каждый день, потом под давлением семьи он будет теперь выпивать только по выходным. Для него вся неделя превратилась в ожидание выходных. Вот это чистая, отложенная жизнь в коротких этапах времени. Начиная уже с понедельника до бесконечных ожиданий, мыслей, когда у нас будут выходные, когда я пойду заранее в магазин, приготовлю закуску, все любовно разложу, поставлю бутылку и так далее, и так далее. И вот жизнь происходила в ожидании в тот день, когда он все это идет, покупает, реализует, в этот момент начинается счастье. Все остальное было только подготовкой к этому. Это было так грустно, потому что был человек, сколько я помню, с умом, с какими-то талантами, очевидно. И вот все это, данные мод природы, свелось к нескольким серым дням в ожидании праздника и восторга от алкоголя с закуской. Очень такой хороший пример, что такое отложенная жизнь, потому что в общем-то и жизнь на выходных с помощью алкоголя радость такая иллюзорная достаточно, тоже не совсем жизнь. Поэтому, как я уже сказал, зависимость это тоже способ отложенной жизни. Моя нынешняя жизнь достаточно безрадостна. Она серая, в ничего-то не хватает, она пресная, она невкусная. Поэтому я ее раскрашиваю разными зависимостями, химическими зависимостями, игровой зависимостью, алкогольной, какой угодно, лишь бы вот эта серая реальность короталась хоть каким-то образом. А где-то там впереди, конечно же, есть счастливая и хорошая жизнь, в которой я условно брошу пить, ну, потому что я же, когда захочу, я брошу пить, это же понятно, я просто пью, потому что мне пока хочется, или в которой я перестану ходить в казино, и тогда у меня будет все хорошо на работе, в семье, и так далее, и так далее. Достаточно грустная, распространенная история. Вот. Вот, а что с этим вообще можно делать, если задуматься? А тут мы вступаем на такую почву, где человек должен для начала, даже, я уже не говорю о психотерапии и так далее, для начала побыть честным с самим собой. Хотя бы на вопрос начать отвечать на вопрос «Что из себя представляет моя сегодняшняя жизнь? Чем она наполнена?» Она наполнена бесконечной работой, она наполнена этой серой безрадостной будни, и ожидания куда счастья впереди. А из чего она состоит? Вот, кстати, возвращаясь к теме трудоголизма, вот я встречал людей, кстати, странно, они были среди моряков очень много, которые в основном тоже любили выпить, вернувшись из рейса, но я говорю, а что вы делаете? Вот я в рейсе, а когда возвращаетесь, что вы делаете? Ну, дома всегда есть что поделать. А кроме поделать, ну, что-то, да, у меня дача есть, вы там отдыхаете, там тоже есть что поделать, покрасить, отремонтировать и так далее. То есть, вся ваша жизнь это бесконечное что-то поделать. неудивительно, что вы пьете, потому что я не вижу, где же у него место для радости, когда бесконечная веренится работа. Так вот, когда человек начинает задумываться и старается не врать себе, из чего же состоит моя нынешняя жизнь и каковы мои, что такое мое будущее, в этот момент становится труднее себя обманывать. В этот момент ты видишь какую-то реальность. Пусть она такая, даже если оглядываешься на прожитые годы, тебе многое не нравится, как там у Бродского. Как сказал мне старый раб возле таверны, мы, оглядываясь, видим лишь руины, взгляд, конечно, очень вавроский, но верный. Вот когда человек смотрит на свою жизнь и видит лишь руины, во-первых, хороший вопрос, почему она в руинах, во-вторых, возникает более оптимистический вопрос, если хочешь что-то менять, а что ты теряешь? Я всегда своим пациентам нельзя разрушить руины. Что ты теряешь? И почему твоя жизнь превратилась в серую полосу или в серую или в разруху? И вот то, что ты ждешь где-то там впереди, что когда-то начнется, это правда или это самообман? Или это такая иллюзия, которую ты себя тешишь? Ну, грубо говоря, перестань себе врать, начни быть собой честным. В какой-то момент ты понимаешь, что такое твоя жизнь, чем она наполнена, ты живешь в реальности или ты от нее прячешься изо всех сил? Если прячешься, то какими образами? И те способы, какими ты уходишь от реальности, насколько они разрушительны для тебя, твоего здоровья, наполненность твоих близких и так далее, это и насколько на самом деле реалистично то светлое будущее, о котором ты мечтаешь, а может даже и не мечтаешь, не знаю. То есть вопрос, она когда твоя жизнь отложена? До пенсии, а может до следующей жизни, вот умрешь, переродишься, это тебя уже ждет следующая хорошая жизнь, не знаю, может и так. Может и так, мне кажется, эти вопросы стоит себе задавать. И если на них начать честно и искренне отвечать себе, у тебя появляется масса интересных возможностей. Во-первых, ты наконец перестаешь жить не в реальности. Она какая есть, твоя, но твоя. И ты начинаешь ее чувствовать и понимать, что в ней стоит поменять, что в ней стоит сделать. во-вторых, ты перестаешь быть уязвимым для разнообразных манипуляторов. С одной стороны, для манипуляторов, о которых мы уже говорили, которые под лозунгом не откладывают жизнь на потом, просто пытаются заставить тебя что-то купить. И это, мне кажется, примитивная манипуляция, что ее как раз раскусить проще всего, что тебе пытаются продать. А дальше человек начинает задумываться, как круги по воде, кем он окружен, что за люди вокруг него, это близкие ему люди, или это тоже способ отвлечься от реальности, непонятно кем и зачем. Вот. Поэтому, резюмируясь в следующую передачу, вы, конечно, можете откладывать жизнь, если вы верите вас впереди еще множество жизней. Хотя, наверное, если вы эту жизнь плохо живете, потому что я откладываю, то и следующие жизни будут так себе. И, наверное, я бы всем, кто слушает сегодня нашу передачу, предложил бы вспомнить звонок Ларисы о том, как она поняла, что своего мужа, который болен, стоит радовать постоянно, а не по праздникам. И себя стоит радовать, и близких стоит радовать. И когда в жизни есть радость и наполнение, то она уже точно перестает быть отложенной. Лиль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт. Спасибо большое программам Диагноз недели. До следующего понедельника. Всего доброго. Мы знаем.